Дивизион заботы о клиентах Сбербанка привез в Курск костюм ГЕРД. С его помощью изучают, насколько различные учреждения доступны для людей с ограниченными возможностями. Ранее его опробовал на себе глава Сбербанка и попытался оформить кредит. Теперь повторить опыт Германа Грефа смогли и курские журналисты. Среди них оказался мой коллега Тарас Степаненко. В этом костюме он решил оплатить счета в одном из отделений Сбербанка. Понять, как себя чувствуют люди с ограниченными возможностями. Изменить окружающий мир и измениться самим. Итак, время облачиться в костюм. Его вес 25 килограммов. Утяжелители позволяют добиться эффекта неповоротливости, шаркающей походки. Наушники имитируют глухоту, очки ухудшают зрение. Входим в Сбербанк, выбираем терминал. Самые большие проблемы из-за очков. Не просто разобраться, куда вставить карту. Далее аналогичную операцию проведем в кассе. Костюм затрудняет движение. Сложно повернуть голову, ухватить взглядом нужную информацию. На все требуется больше времени. Настало время разоблачиться. Конечно, больше всего неудобств. Мне доставили наушники, потому что я практически ничего не слышал. Очки очень плохо видно. Приходится постоянно искать правильный ракурс. В Сбербанке используют костюм ГЕРД не только для тестирования доступности услуг. Важно понять самим, как трудно человеку с ограниченными возможностями. Я сам этот костюм одевал. Порядка 40 минут находился в нем. Когда ты общаешься с человеком, и человек повышает голос, и что-то переспрашивает, иногда ты не осознаешь, почему он так делает. Тебе кажется, что он чем-то раздражен. На самом деле это не так. На самом деле, действительно ты понимаешь о том, что некоторые люди слышат плохо, видят плохо. Костюм в Курске пробудет полтора месяца. За это время им воспользуются сотрудники социальных и образовательных учреждений. Порой, для того, чтобы качественно выполнить свои профессиональные должностные обязанности, может быть, даже недостаточно их исполнять от буквы до буквы. Наверное, все-таки необходимо побывать на месте того человека, кому мы несем свои услуги. Костюм ГЕРД представят и на Среднерусском экономическом форуме, где жители и гости региона смогут не только поближе познакомиться с костюмом, но и узнать о предварительных результатах его тестирования в Курской области. Тарас Степаненко, Денис Федорков, телеканал СЕИМ.